Намерены ли вы сделать прививку против коронавирусной инфекции? Ну, вы знаете, может быть попозже, не сейчас, когда ее более изучат. Я уже сделал. Когда? Месяца два назад. И какие симптомы были? Все нормально? Все нормально, да. Никаких симптомов. В общем, ну, там у каждого свой организм, как бы. Кто как. Намерены ли вы сделать прививку против коронавирусной инфекции? Обязательно. Конечно, конечно, намерена. Обязательно. Вся семья будет делать прививки. Конечно, я от гриппа делала вот в октябре. Так что и от этого сделаю обязательно. Вы намерены сделать прививку против коронавирусной инфекции? Нет. Почему? А потому что у меня онкология, во-первых. И кто мне даст гарантию, что не будет у меня дальнейших последствий. Вы намерены сделать прививку против коронавирусной инфекции? Еще не думала. Еще не думала. Ну, надо. Я знаю, что надо. Хотя я и живу одна. Дети у меня в Москве. Вот. Так что вот такое. Подумаю. Подумаю об этом обязательно. Ну, во-первых, у меня много хронических заболеваний. И иммунная система ослаблена. И возраст. Так что пока не определилась. Вы намерены сделать прививку против коронавирусной инфекции? Нет. Что вас останавливает? Ну, это вирус. Зачем? Переболеть, так переболеть. Как грипп. Ну, смириться и жить с этим надо. Если вам предложат сделать прививку против коронавирусной инфекции, вы согласитесь? Нет. Почему? Ну, потому что, я не знаю, не болела. Даже если заболею, я знаю, что это, ну, обычная, наверное, простуда. Не знаю. Может быть, потому что выздоровлю. То есть, это как грипп. Переболел, антитела выработались, все. Зачем тогда делать? Ну, если у кого, конечно, мало антител, наверное, тех, да, те делают прививки. Вот. А я думаю, что у меня организм молодой. Вот. Поэтому переболею, выздоровлю. Нет. Почему? Ну, что останавливает? Ну, разно много информации. Противоречивая. Обязательно. Обязательно. Это нужно. Это каждый человек думает не только для себя, а для других, для близких, для государственных. Это не просто так, например. Это сильно, болезненно. Действительно, это надо.